Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как из сбросовых и подручных материалов можно смастерить интересный пасхальный декор. Подробный список используемых материалов вы найдете в описании под видео. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Покрываю работу акриловым лаком. Субтитры создавал DimaTorzok На рельеф наношу немного бронзового воска. Также можно применить бронзовую акриловую краску. Для создания котиков применяю натуральные веточки, ватные палочки и бумажный шпагат. Вместо бумажного шпагата можно использовать кусочки крафт бумаги. Субтитры создавал DimaTorzok Высохшие детали покрываю акриловым лаком. Чтобы получить различные по размеру розочки, необходимо использовать разные по диаметру основы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Для того, чтобы бумажный цветок стал более прочным, покрываю его акриловым лаком из баллона. Вместо пенопласта можно применить гофрокартон. Делаю надрез на ткани там, где будет вклеена стойка. Вклеивать ее буду не посередине, а немного сместив назад. Для утяжеления вовнутрь вклеиваю несколько натуральных камней, а затем внутреннюю часть заполняю кусочками пенопласта и гофрокартона. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...